Как не потерять сотни тысяч на обучение перманентному макияжу? Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школы, сети студий по перманентному макияжу, а также первого прозрачного производства по пигментам для перманентного макияжа. Итак, первое, что делают люди, которые собираются стать мастерами, это гуглят. Они ищут школу и желательно школу поближе. Обычно это какая-то no-name школа, которая даст вам несколько моделей, возможно три. Я не слышала, чтобы на базовом обучении было прям очень много моделей. Но, тем не менее, после этого обучения вы выходите с пустой, в общем и целом, головой, боясь трогать кожу, зато с сертификатом часто. И получается, что обучают еще и часто мастера, которые сами в этой профессии не сильно удались. Но вы еще не понимаете, вы не видите того, что, например, аккаунт полностью обработан в фотошопе, то есть мастер скрывает свои огрехи, что аккаунт, например, накручен. На все это надо обращать внимание, это уже значит, что мастер не чистоплотный. Сейчас у нас на рынке перманентного макияжа развилось очень много таких, знаете, инфо-цыган, которые учат повышать средний чек не путем наращивания своих скиллов как мастера и постепенного увеличения цены при помощи сарафана, а просто, ну, они говорят, начинайте учить. И учить начинают просто все подряд. Обычно на таких курсах инфо-цыганских, где учат обучать других мастеров, ну, начинать обучать других мастеров, также учат, как надо привести в порядок, например, свой аккаунт. То есть вы придете смотреть на аккаунт мастера, к которому хотите пойти учиться, и он будет красивым. У него там будут красивые какие-то работы, сочные губы, красивые прокрасы. Но на самом деле в 90% случаев это обработка фотографий такая грамотная. Также если вы увидите работы, перевернутые вверх головой, или модели, которые вот так вот как-то крутят головой, так что не поймешь, что сделал мастер вообще, он улучшил лицо или сделал, наоборот, хуже. Потому что очень много мастеров заставляют своих моделей крутить головой, дуют на них вентилятором, чтобы волосы развивались. И, в общем, это красивая картинка. Но о качестве работы, о том, как мастер вообще изменил лицо, вы понять не сможете, вообще ничего. Ну, естественно, вот эти перевернутые работы, когда вот просто не поленитесь, телефон переверните, посмотрите, на самом деле там никакой красоты нет. Но эти мастера учат, они учат всех так же, как они умеют сами, потому что они достаточно слабые мастера. И получается, что выходя вот с такого трех-семидневного обучения, вы понимаете, что вы ничего не умеете. И, наверное, у вас вопросов стало больше, чем было перед обучением. И тогда все начинают гуглить, искать какую-то информацию, какие-то статьи на YouTube лезут, и понимают, что учиться надо вообще прям очень долго. Когда я начинала учиться 15 лет назад, на YouTube-канале просто было ноль видео. Был форум по перманентному макияжу, и был форум мастеров-татуировщиков. И вот это два форума, на которых я сидела, изучала все максимально, перед тем, как пойти учиться. И придя на обучение, я уже была более-менее подготовлена, плюс у меня 10 лет практически образования художественного, чего нету почти ни у кого из вас. И самое первое, что я вам рекомендую сделать, это изучить всю вообще информацию, которую вы найдете. Тогда вы не сможете быть обманутыми при покупке машинки, вам не навяжут лишние какие-то краски, бесконечные палитры, вам не навяжут свои какие-то модули, ноу-нейм, которые из Китая заказаны, вообще как бы вам не нужны, или какие-то еще больше того машинки, к которым подходят только вот эти эксклюзивно модули, и тогда вы будете привязаны к этому продавцу. Это все ошибки новичков, на которые тратятся на самом деле очень большие деньги. Также некоторые мастера, перед тем, как идти учиться, они уже арендуют помещение, покупают кушетки, там лампы, покупают все оборудование, пигменты, потом идут на обучение и думают, что сейчас вот пойдут ровными рядами к ним модели, но на самом деле этого не случается, и более того, они начинают испытывать после обучения страх, и вообще в принципе понимают, что не готовы еще работать с людьми. И получается, что все это было зря. Какой путь правильный? Я рекомендую сначала вам поучиться онлайн. Вы можете изучать информацию самостоятельно. Огромное количество видео есть на YouTube, на моем также канале, есть много других мастеров, но она такая в общем и целом разрозненная. Я, кстати, рекомендую самое важное вам понять, в принципе, эта профессия вам подходит или нет. И вы должны пройти такие, знаете, основы рисования. Кстати, у нас есть клуб-инкубатор, в котором собрано огромное количество всевозможных обучений. Самое важное первое обучение, которое я рекомендую пройти в нашем клубе, если вы в него вступите, не покупая вообще ничего. То есть вы не должны покупать ни кушеток, ни латекса, ничего вообще. Вам нужна будет ручка и бумажка. И вы поймете после этого курса, насколько сложно вам будет даваться это обучение, как долго вы будете идти к тому, когда вы сможете работать уже на моделях, и когда вам нужно будет вот эти все вложения делать. То есть вы должны просто пройти курс по симметрии. Вы научитесь рисовать, вы научитесь видеть, симметричные ли это отрезки, нарисовать обычный круг, и такой же еще один круг рядом, такой же по размеру. Это кажется легко, но на самом деле попробуйте, нарисуйте. И вот эти вот основы, они вам нужны для того, чтобы понять, вы вообще сможете или нет. Потому что очень многие застревают на этапе просто рисования на бумаге, совсем простых фигур, которые должны быть симметричными, ровными, но они не получаются, если это делать от руки. Потому что на самом деле брови, например, и губы, это все в общем и целом геометрические фигуры, которые очень легко отзеркалить, замерить и так далее. Но только при условии, что вы умеете видеть вот эти вот огрехи, вот эти нюансы, которые в общем и целом люди, которые не умеют рисовать, практически не видят. Поэтому первое, это вы вступаете в наш клуб Инкубатор, и онлайн учитесь несколько месяцев. Вот прям не стесняйтесь, вы можете месяц, два, три изучать там огромное количество информации, теоретической, практической. Все это вы сможете применить. В нашем клубе Инкубатор есть также чаты, в которых состоит огромное количество мастеров, и там вы можете узнать о школах. Я очень не рекомендую вам учиться в первой попавшейся школе. Ищите мастеров, которые по-настоящему хороши, как мастера. Потому что вот это засилие фотошопа в интернете, в инстаграме, в ВКонтакте, во всех соцсетях, в которых визуальных соцсетях, в которых предоставлены работы. Это просто пугает меня на самом деле. И мастер, которому вы пойдете учиться, должен прямо показывать свои работы. Вот просто анфас до, анфас после, чтобы видно было, как он украсил, как симметрично он сделал, как правильно он подобрал цвет. Потому что вот эта расчлененка, которая у всех, отдельно кусочки губ, отдельно там какая-нибудь одна бровь, все это можно, во-первых, выглядит одинаково у всех, во-вторых, это очень легко создается при помощи обработки. Пятнистые губы можно сделать очень красиво прокрашенными. То же самое с бровями, или какие-то безумные формы брови, которые никто никогда себе не захочет, будет у мастера выставлены на перевернутом виде, и частично показаны, что вы подумаете, о, хороший мастер, пойду к нему. Немножко сумбурно у меня получилось. Если вы хотите стать мастером перманентного макияжа, не покупайте оборудование, не идите учиться онлайн, изучите несколько месяцев, вообще, всю возможную теорию, даже не в нашем клубе, просто в интернете, или, например, на ютубе. На моем канале тоже огромное количество бесплатной информации. Изучите все, потом осознанно очень подойдите к выбору оборудования, купите какое-то недорогое, но крепкое, с которым вы сможете работать первые полгода-год, и потом уже задумайтесь о дорогом оборудовании, потому что очень часто школы продают дорогие машинки, они продают вам дорогие, даже лампы какие-то, потому что вы еще не в теме, вам можно вот это втюхать, как ребенку, который просто пришел в магазин игрушек продается. И после вот этого вот несколько месячного изучения и тренировки на латексе, на бумаге, рисования бесконечного, вы уже можете идти учиться очно к какому-то из выбранным вами мастеров. И не стесняйтесь ехать в другой город, например, потому что это вложение в вашу будущую профессию, вы должны понимать, что на самом деле, скорее всего, вы потратите просто деньги зря где-нибудь рядом с собой, найдя удобную школу, когда не надо никуда ехать. Итак, если вы вступили в наш клуб, вы в нем уже находитесь, наверное, 3-4 месяца, у вас голова просто ломится от количества информации, и вы уже очень осознанно можете выбрать мастера и пойти к нему учиться и задавать ему правильные вопросы. Кстати, когда выбираете мастера, смотрите, как он общается, насколько он открыт, насколько он качественно доносит информацию, потому что если вы будете сидеть в раздражении, вот, например, я не всем нравлюсь, я достаточно прямолинейна, груба и говорю как есть. И кого-то это может просто сводить с ума, вам нужно, чтобы с вами общались более ласково, потому что профессия это достаточно стрессовая, особенно когда вы дотрагиваетесь до кожи, ее повреждаете, вы боитесь, что клиенту будет больно и что-нибудь вот из этой оперы еще и кто-то над вами сидит такой суровый, грозный, как я. Возможно, вам нужен какой-то преподаватель более мягкий, поэтому следите за ними в соцсетях, выбирайте тех, кто общается так, как вам ближе по духу, чтобы не было вообще супер дискомфортно во время обучения. И приходите на обучение уже со своим оборудованием, потому что хороший мастер сможет работать на чем угодно, на любой машинке, с любыми модулями и проблем для него не будет. Когда вы выйдете с обучения, вы должны будете работать в одиночестве и владеть своим оборудованием идеально, поэтому старайтесь работать на том, что купили, на том, на чем вы работали, на латексе, на чем привыкли. Не ведитесь на то, если вам будут пытаться продать какие-то свои машинки. Вроде все я сказала, что хотела. Короче, после вот нескольких месяцев онлайн-обучения, поняв вообще все, что можно, изучив химию, пигментологию, колористику, штрих, штрих на латексе, вообще строение, анатомию, вот это вот все, что вам нужно до того, как пойти учиться очно, только тогда начинайте искать себе достойную школу и желательно по отзывам. Все. Это все, что я хотела сказать. Субтитры создавал DimaTorzok